уважаемые коллеги всем добрый вечер рад вас видеть на заседании очередном заседании онлайн семинара международной лаборатории исследования мирового порядка нового регионализма высшей школы экономики и также факультет мировой экономики мировой политики и сегодня на очередном нашем заседании онлайн заседание у нас тема региональное развитие ультра периферийных регионов европы и спикер у нас екатерина олеговна муслимова кандидат исторических наук доцент кафедры истории мировой политики тюменского государства университета собственное исследование как вы видите выполнено при финансовой поддержке вот поэтому екатерина олеговна пожалуйста вам слово ну как обычно у нас где-то минут 20-30 на доклад и соответственно потом вопросы содержание пожалуйста дорогие добрый вечер спасибо большое всем за то что вы нашли время подключиться сегодня я с удовольствием расскажу о результатах исследования которым я занималась последнее время посвящено но ультра периферийным территориям европейского союза и европейского региона ну и сегодня я представлю несколько сюжетов из-за того собственное исследование которым я посвятила время и так начать я хотел бы с того каким образом вообще появилось понятие ультра периферийных регионов европы и ультра периферии европы и здесь нужно сказать о том что поэтапное расширение европейского союза не неоднократно изменяла регионального архитектуру сообщества до вступления в ес испания португалия греция и ирландия составляли число основных рецепиентов структурной помощи европейского союза и считались периферийными странами сообщества регионы этих стран в частности островные территории получали значительную поддержку в рамках цели региональной политики ес по развитию отстающих и отраслевых промышленных территорий после расширения европейского союза 2004 года 2007 2013 годов к сообществу присоединились менее благополучные социально-экономическом плане территории что потребовало пересмотра общеевропейской региональной политики и увеличение числа континентальных регионов требующих большей структурной поддержки сместила многие территории на ультра периферийный план и в особенности это коснулось островных регионов их географическая удаленность изолированность особенности отношений с национальным общеевропейским центром обусловили новые реалии территориального развития применение концепции ультра периферийности к изучению европейских регионов потребовало совмещения подходов к их выделению и в процессе изучения удалось а выявить несколько таких подходов первым подходом стал нормативный подход используемый в документации европейского союза настоящее время есть статус ультра периферийных закреплен за восемью территориями это опять заморских департамента франции португальские азорские острова остров модера автономные сообщества канарские острова и также а французская гвиана однако в официальной классификации европейского союза они существуют как отдельная категория отдаленных регионов и особый статус отдаленных регионов закреплен нормативно статьей 349 договора о функционировании европейского союза которая вводит необходимость применения специальных мер в отношении данных территорий и здесь закреплены как раз те восемь регионов о которых я сказал в научном дискурсе категория ультра периферийных регионов выделяется с опоры на историко-географические и экономико-географические подходы и здесь учитываются такие признаки как географическая удаленность расположение в океаническом пространстве отсутствие прямой коммуникации с соседними регионами фрагментированность и ограниченность территорий данные факторы с одной стороны обусловили колонизацию островных территорий а с другой стороны жесткую отраслевую специализацию и экономическую зависимость от континентального центра такого мнения придерживаются в частности исследователи трухия но фонт и хоба и здесь вы видите как раз ссылку на их исследования ну а вот к примеру кармен вбр указывает на ряд особенных черт которые идентифицируют регионы с точки зрения институционального подхода и здесь автор говорит о принадлежности таких регионов к экстра комьюнити и о нормативном признании территории ультра периферийной через договоры европейского союза и специальные программы например программу специальных мер связи с удаленностью и изолированностью которая действует в отношении канадских островов аналогичную программу в отношении модель и азор азорских островов ну и кроме того в институт ценальном плане отдельная межпартийная группа европейского парламента состоит из девяти представителей отдаленных регионов однако нужно сказать о том что имеющиеся исследования ультра периферийных регионов не предполагают комплексности многофакторности анализа такого особого до утра периферийного статуса и скажем к ультра периферийным регионам ес причисляет только океанические архипелаги в то время как особенностью бальярских островов корсики сардинии сицилия является их средиземноморская замкнутость в пространстве где происходят активные политические события повышающие экономические социальные и демографические риски для данных регионов и ослабляющие безопасность также нужно сказать о соотношении понятий которые используются для обозначения ультра периферийных регионов и здесь как раз таки видно разницу на примере тех регионов а исследованием которых я занималась это курсика сардиния и сицилия это так скажем ординарные островные регионы европейского союза и они характеризуются минимум отдаленностью от континента от континента до составляющим минимум один километр отсутствие фиксированной связи прямой связи например моста тоннеля и так далее и а с основной территории также скажем в отношении а канарских островов применяются статьи договора о функционировании есть и они причисляются к отдаленным регионам а особое наименование имеет аланские и фарерские острова аланские острова появляются в политическом дискурсе с как третья территория поскольку обладают специальным статусом в отношении применения норм европейского права и некоторых налоговых но и мер а фарерские острова поскольку они не входят европейский союз они причисляются к ряду ассоциированных государств или третьих стран и отношения с ними выстраивается на основе двусторонних договор то есть несмотря на то что фарерские острова являются частью государства входящего в европейский союз они стоят в ряду третьих стран третьих а и ассоциированных государств 1 и здесь нужно также рассказать о том что одновременно с углублением европейской интеграции осуществлялся процесс автономизации европейских регионов увеличилось число территорий стремящихся к большей институциональной и политической независимости иным формам обособления от центрального и общеевропейского управления и некоторые европейские страны такие как например и некоторые регионы европейских стран например как обозначенные датские фарерские острова также гримландия отказались от участия в интеграционном процессе оставаясь при этом частью национального государства однако часть регионов наоборот достигла большей автономии от центрального правительства но проявила активное участие в общеевропейской политике и далее я хотел бы чуть подробнее рассказать именно об автономизации об уровне автономности ультрапериферийных регионов на примере пяти территорий и здесь по правде сказать при изучении уровня автономности я у меня ждал некий сюрприз о котором я скажу наверное уже когда обозначу все особенности регионов начать бы я хотелось фарерских островов этот архипелаг вошел в группу первых европейских регионов получивших широкую автономию конституционный статус островов был закреплен законом о самоуправлении фарерских островов 1948 года согласно которому далее идет цитата на фарерских островах располагается самоуправляющими самоуправляющаяся община внутри датского государства закон о самоуправлении наделил фарерские острова широким спектром законодательных и административных полномочий в частности правом формирования местного правительства а парламента административного суда фарерских островов а ведение внешне торговых отношений и финансовой политики регулирования бизнеса налогообложения таможенных вопросов энергетики социального обеспечения культуры образования и науки закон также утвердил отдельную юрисдикцию фарерских островов в пределах королевства и принятие даний законов в отношении областей которые не были переданы под контроль властей фарерских островов включая договоры которые далее подписывает или которым присоединяются присоединяются требует отдельного согласия властей фарерских островов для распространения на территорию архипелага за пределами закона о самоуправлении остались такие области как судебная система валюта оборона и внешняя политика следующим шагом по расширению автономии региона стало решение фарерских островов не вступать в европейские сообщества вместе с Данией в 1973 году и основной причиной здесь послужило стремление архипелага оградить местную экономику от общей рыболовной политики ЕС и доминирующего влияния сообщества отношения с ЕС а затем с европейским союзом были регламентированы посредством соглашения о свободной торговле подписанного в 1991 году а до этого момента торговля между европейским экономическим сообществами и фарерскими островами далась на основании двух промежуточных односторонних соглашений от 1974 года ну и как я уже сказал в настоящее время в официальных публикациях ЕС фарерские острова причисляются к ассоциированным государством также новый этап автономизации фарерских островов был ознаменован принятием в 2005 году акта о внешнеполитических полномочиях и согласно этому акту правительство фарерских островов может вести переговоры заключать соглашения в соответствии с международным правом с иностранными государствами с международными организациями включая административные соглашения которые полностью относятся к областям находящимся в юрисдикции властей фарерских островов однако острова не могут заключать международные соглашения об обороне и политике безопасности поскольку данные направления по-прежнему остаются в виде не центрального правительства ну и а далее если возникнет такой вопрос или если останется время я расскажу о том а каким договором и какие присоединились острова какие соглашения они заключили скажем другими государствами и в каких организациях они участвуют что касается аланских островов то этот автономный демилитаризованный архипелаг финляндии представляет успешный пример решения вопроса автономизации и защиты прав малоэтнической группы до начала 19 века аланские острова были частью шведского королевства однако затем вошли в состав великого княжества финляндского и после обретения финляндии независимости от рсср архипелаг предпринял попытку возвращения под шведскую юрисдикцию а с целью решения вопроса в 1920 году финское правительство приняло акт об автономии аланских островов допускавший частичную автономию но он не был принят архипелага полноценное разрешение конфликта между территорией и центральным правительством произошло под эгидой лиги нации организация утвердила акт об автономии установив суверенитет финляндии над островами при условии гарантированного сохранения системы самоуправления аланского архипелага а также шведского языка и культуры в качестве основных помимо этого в 1921 году была принята конвенция о демилитаризации и нейтральном статусе аланских островов и до сегодняшнего дня архипелаг остается нейтральной зоной и сохраняет тесные связи не только с финским но и со шведским центром текущий статус аланских островов закреплен конституции финляндии архипелаг является самоуправляемой территорией избирает финский парламент своего представителя обладает законодательными полномочиями и несмотря на то что внешняя политика находится в компетенции центральных органов власти финляндии аланские острова не исключены полностью из международных отношений архипелаг осуществляет самостоятельное взаимодействие с региональными организациями партнерствами в частности с северным советом и поэтому здесь она также обозначена что а у него есть внутриполитическая и экономическая автономия а в общеевропейском пространстве архипелаг имеет специальный статус третьей территории вступление финляндии европейский союз 1995 году сопровождалась проведением двух референдумов на аланских островах по итогам которых местный парламент выразил согласие войти в состав с вместе со всей страной однако согласно аланскому протоколу договоре о вступлении архипелаг исключен из поля действия директив ес по ндс и акцизам аланские острова входят в таможенный союз есть новых отношений не применяются европейские фискальные норм решение о непрямом налогообложении было принято островами с целью сохранить право на беспошлиную торговлю на судах курсирующих между архипелагом и финляндии а также между островами и другими странами участницами ес переходя к южноевропейским регионам стоит сказать что сицилия и сардиния а также оформлении она оформления автономии сицилия и сардиния имеет продолжительной продолжительную историю в 1944 году были изданы декреты предоставившие островам специальные формы децентрализации и региональная автономия сицилия была конституционализирована во время краткого периода правления короля умберто 2 последнего правителя королевства италия автономизация региона произошла впервые в истории единого итальянского государства в 1948 году статуты странных итальянских регионов были утверждены конституционными законами и особый статус предполагает существование широкой автономии собственных региональных представительных и исполнительных органов власти значительные привилегии в удержании налоговых сборов и передачи собираемых налогов центральный бюджет однако стоит сказать что автономия сардинии несколько уже сицилийской отличия в широте автономии проявляются в части формирования регионального бюджета по разным статьям налогообложения в бюджете сардинии остается от 60 до 100 процентов налоговых сборов а сицилия не передает центральный бюджет налоги собираемый на ее территории за исключением налогов на производство на производство лотереи и табак что касается участия в европейском союзе итальянские островные территории не имеют особого статуса считаются островными регионами сообщества и в их отношении применяется общая европейская региональная политика включающая оперативные программы развития и субсидии структурных фондов европейского союза децентрализация власти в испании была официально закреплена конституция принятая в 1978 году а в отношении канарских островов была введена специальная процедура автономизации первой волны что позволило ему стать автономной областью с особым уровнем компетенции а в частности с низким уровнем полномочий в первые пять лет и планомерной передачи некоторых полномочий в последующие годы королевским декретом от 1978 года качестве руководящего органа была создана хунта канарских островов и органический закон о передаче прав канарским островом 1982 года утвердил статут сообщества после чего его компетенции а были расширены таким образом были учреждены парламент канарских островов а правительство включающие председателя вице-председателя и советников также кабель до органа исполнительной власти на каждом из островов архипелага и верховный суд канарских островов кроме того органический закон предусматривал передачу специальных полномочий в отношении управления портами и аэропортами архипелагу в связи с его изолированностью в дальнейшем акт был заменен органическим законом 1996 года и действующим в настоящее время органическим законом о реформе статута автономного сообщества канарские острова 2018 года последние относится ко второй волне реформирования автономии в испании отличительной особенностью закона 2018 года стало признание особого положения островов как атлантического архипелага их ультра периферийности и здесь понятие ультра периферийности а единственный раз до среди всех изучаемых территорий появляется в правовом дискурсе государства а также интеграции а в европейский союз актуальный статут канарских островов закрепляет что автономное сообщество в полной мере осуществляет законодательно регулирующую и исполнительную функции без ущерба для полномочий государства таким образом архипелаг обладает весьма широкой автономии которая на большей части объясняется его географической отдаленностью и изолированностью аналогично примеру канарских островов королевским декретом 78 года на балиарских островах был создан региональный орган власти межостровной генеральный совет а затем а произошло учреждение парламентской ассамблеи островов и в 1983 году был утвержден статут об автономии архипелага статут ввел в качестве официальных языков сообщества кастильский испанский и каталанский и зафиксировал особые компетенции в некоторых областях в частности в сфере организации деятельности органов самоуправления таким образом на балиарских островах присутствует собственный парламент правительство есть председатель автономного сообщества но отсутствует региональный судебный орган статут балиарских островов был неоднократно реформирован были детализированы нормы функционирования органов самоуправления объемы передачи государственных налогов автономному сообществу и определение объема и условий такой передачи также была учреждена автономная полиция и немаловажным фактом явилось признание островов исторической национальностью при этом нужно сказать что канарские балиарские острова имеют отличный друг от друга статус в политическом пространстве есть а канарский архипелаг наравне с португальскими островами атлантическими и индоокеанскими островами франции континентальной французской глианы ходят число отдаленных регионов с и также канарские острова на канарские острова не распространяется европейская зона применения налога на добавленную стоимость балиарский архипелаг как итальянские островные регионы не имеет специального статуса в ес и причисляется к субнациональной единице что не мешает ему получать поддержку европейских структурных фондов и наконец две последние территории португальские это азорские острова и модера были наделенные системой самоуправления демократически избираемыми органами и компетенциями а включающими осуществление законодательной исполнительной власти конституции республики 76 года автономный статус регионов а закреплен в основном законе статьи а также в политических и административных статутах автономных регионов частности статут а азорских островов был принят 1980 году и затем дополнялся статут модели 1991 году и также дополнялся в 99 и 2000 году а к органам местного самоуправления каждого из регионов относятся законодательное собрание возглавляемое председателем и региональное правительство а регионы также представлены председателем правительства вопросов установленных конституции и законами а также при осуществлении полномочий регионального правительства отличительной Особенностью португальских странных территорий является их автономия во внешней политике и в международных связях. В частности, регионы могут вести собственную внешнеполитическую деятельность и участвовать в переговорах о заключении международных договоров и соглашений, которые их непосредственно касаются. Кроме того, они могут направлять представителей в делегации португальского государства в международных организациях, таких как ООН, ЮНЕСКО и другие. Отдельно, статуты регионов регулируют их участие в ЕС. И здесь это тоже уникальный случай среди всех пяти стран. Например, Азорские острова и Мадера могут устанавливать сотрудничество с региональными органами других государств-членов. Ну и как Канарский архипелаг, они входят в число отдаленных регионов ЕС. Однако, полностью включены в политическое и экономическое пространство сообщества, в частности в таможенный союз, в экономическую зону, зону НДС. Некоторые отступления от применения законодательства Европейского союза применяются в отношении налогообложения, рыболовства и транспорта. Ну и, подводя итог, хотелось бы отметить, что как раз тем самым сюрпризом для меня, как для испаниста, которому казалось изначально, что уж наибольшая автономия точно будет у испанских территорий, нет, получилось так, что вот по анализу и по тем критериям, которые были в него заложены, наиболее широкой автономией обладают Форевские острова, Азорские острова и Мадера. Менее широкий набор автономных полномочий у Аланских, Канарских островов и Сицилии, а финские и испанские архипелаги и финские и испанские архипелаги, в отличие от Сицилии, располагают всеми ветвями региональной власти и имеют особый статус ЕС. Сицилия же пользуется большими привилегиями в части формирования регионального бюджета. Наиболее ограничена автономия острова Сардиния и Балиарских островов. Оба региона экономически зависят от национального центра, не ведут самостоятельной парадипломатической деятельности, не имеют специальных судебных органов регионального значения. Присутствие в общеевропейском пространстве также служит основанием для подразделения регионов на группы. Часть из них относится к ординарным европейским территориям. Аланские острова, ввиду особенностей применения экономических правил ЕС, причисляются к третьим территориям. И три архипелага – Канарские, Азорские острова и Мадера, официально признаны отдаленными регионами. А Фарерские острова не входят в ЕС, считаются ассоциированными территорией. Таким образом, уровень и широта автономии европейских ультрапериферийных регионов несомненно зависят от правового статуса территории, исторических, культурных и политических предпосылок, уровня включенности в общеевропейский процесс. Подобные регионы испытывают особые сложности ввиду их географической удаленности, изолированности, других территориальных особенностей, что требует от национального и общеевропейского центра более внимательной политики и специального подхода к развитию региона и удовлетворению его нужд. И мне хотелось бы, последним таким заключительным словом сказать, что именно процесс автономизации и результаты автономизации регионов во многом повлияли на дальнейшее региональное развитие и на те стратегии и программы, которые применяются в отношении регионального развития изучаемых мной территорий. На этом я хотела бы доклад закончить и перейти, наверное, к обсуждению, к ответу на вопросы. Большое спасибо. А, Екатерина, спасибо. Да, интересный доклад. Коллеги, пожалуйста, вопросы, какие у вас есть к Екатерине по поводу как раз территорийных регионов. Есть ли у вас какие-то вопросы, что-то вас заинтересовало? Тут у нас вроде кто-то включает свой микрофон. Анна, пожалуйста, вы хотите задать вопрос? Добрый день, а меня слышно? Да. Да, добрый день. Алло, вечер. Вы знаете, я хотела спросить, вы сделали такой очень подробный исторический экскурс. Возможно, вы уже можете, как бы, вот материалы, с которыми вы работали, могут какое-то еще более актуальное движение систематизировать. То есть, как, то есть, вот институциональный статус, да, вот этих вот территорий интересных, он, естественно, эволюционирует. То есть, может быть, вы уже успели провести какое-то наблюдение, куда они дальше движутся. То есть, грубо говоря, если мы отталкиваемся, да, от 2020-х годов, куда эволюционирует вот это вот, их желание быть более автономными или более интегрированными. То есть, вот ваши впечатления такие более, может быть, современные, да, недавние. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Да, действительно, здесь как раз я уделила такое достаточно большое внимание изучению процесса автономии, поскольку изначально, да, закладывала про гипотезу, что именно автономизация повлияла на дальнейшее развитие регионов и на те современные, да, стратегии, которые они используют. И вот здесь как раз видно, что, скажем, территории, обладающие специальным статусом в рамках Европейского Союза, такие как Канарские острова, они более активно выходят на уровень парадипломатии. То есть, Канарские острова, они сейчас, да, в качестве основной своей стратегии развития экономического, социального, политического и другого, используют свою географическую близость к Африке. И поскольку в рамках Европейского Союза у них действуют особые правила особые нормы, они выступают таким бизнес-хабом для налаживания связей между Испанией и африканскими странами и дверями, скажем, Европейского Союза в Африке. Также это видно на примере Северных островов, Фарерских островов и Аланских островов, те также активно участвуют в парадипломатической деятельности. А вот португальские архипелаги, поскольку в их отношениях в португальском законодательстве специально прописаны их особые привилегии в участии в евроинтеграционном процессе, в силу их также особенностей географических и так далее, удаленности, некогда экономической отраслевой зависимости, и они очень активно включены в евроинтеграционные программы. Ну и здесь также влияет их, конечно, географическое положение, поскольку они не так далеко расположены и все-таки обладают более, скажем, выгодными природно-географическими условиями. Им легче, скажем, реализовывать общие европейские какие-то проекты в рамках программ развития, скажем, Юго-Западной Европы, Южной Европы. Поэтому здесь вот на базу вот этой автономизации как раз-таки ложится современное политическое участие регионов, экономическое участие, и вот те пути, по которым они стремятся дальше развивать. Ну вот, если я достаточно полно ответила, не знаю, может быть, какие-то примеры еще стоит привести. Скажите, Анна, если нужно. Да, спасибо. Да, спасибо большое за комментарий. Я так поняла, как если резюмировать, что мы сейчас не наблюдаем каких-то движений в сторону изменений политического статуса, правового в этих территориях. Мы, наверное, можем говорить о использовании по максимуму их уникальных возможностей с точки зрения экономического развития в рамках уже того, той системы отношений, которая уже сложилась. Вот я так вас услышала. Да, но все равно изменения есть. Вот последние изменения, скажем, в Испании, Португалии, это второе десятилетие 21 века. То есть здесь все равно еще процесс идет. То есть нельзя сказать, что уже давно решены процессы с автономиями, и никаким образом изменения не происходят. Нет, все равно подвижки к расширению автономии есть. Но, наверное, здесь прослеживается как раз-таки уже современное стремление, или актуальное стремление, актуальные цели и задачи регионов, поскольку здесь они уже, так скажем, имеют опыт собственной политики, собственного политического и экономического участия в рамках Европейского Союза. И некоторые из регионов используют этот опыт уже для выхода в международное пространство, или в межрегиональное сотрудничество, трансрегиональное сотрудничество. Да, спасибо большое. Очень действительно любопытно. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Вопросы, коллеги, еще есть какие-то вопросы к докладчику? По поводу того, что было сказано. Кому интересно. Ну, молчание, видимо, что либо люди переваривают, либо им все понятно. Ну, наверное... Можно мне задать вопрос? Кому? Мне? Да. Самому себе задать вопрос? Нет, я вот к вам, Георг. А, ну давайте. Это странно будет выглядеть, что обычно модератору зато... Ну, давайте. Нет, я хотела сказать... Точнее, я хотела спросить, вот вас удивляет та широта полномочий, скажем, которые есть у португальских регионов по сравнению с испанскими? Ну, просто я обращаюсь к вам как к специалисту. Но для меня это было сюрпризом, когда я полный анализ уже сделала, что испанские регионы, они по широте полномочий не в лидерах среди всех. Ну, на мой взгляд, мне кажется, как раз именно учитывая историю Испании и достаточно такую серьезную борьбу с движениями, которые... В общем-то, с сицессией, да, в общем, вопрос связанный с сицессией. Мне кажется, как раз это, ну, не очень-то удивительно, потому что... Закономерно, да. Это закономерно в условиях для того, что Испания, она... Ну, вот эта хроническая борьба с движениями страны Басков, с Паталонией, да, и вот это, мне кажется, это у них уже на каком-то генетическом уровне, вот это как раз именно наоборот удерживать регионы от излишней, в каком-то смысле, ну, этот баланс. Но, мне кажется, государство автономии, она как раз больше унитарная, чем федеративная. Это как раз, то есть в сторону именно унитарности, чем федеративности. Ну, как бы, если говорить про Португалию, то, на мой взгляд, как раз Португалия в этом плане более спокойная страна, но в плане именно сицессии, да, то есть исторически, как-то культурно. Ну, во-первых, потому что Испания, то есть Португалия, прошу прощения, она более, ну, как бы, с точки зрения населения довольно монолитно, да, то есть там нету таких вот разделения по языкам, по культурам, как в Испании. Поэтому, на мой взгляд, как раз, ну, мне кажется, наоборот, закономерно. Мне казалось, как раз, вот именно гипотетически, что как раз, если нету, как бы, исторических каких-то культурных подходов к сицессии, то, наверное, центральная власть дает больше автономии, потому что не опасается за то, что эти самые регионы куда-нибудь от них отойдут. И наоборот, когда, соответственно, регионы пытаются постоянно, как бы, антиправительственными методами выйти из состава, ну, или, по крайней мере, ну, не выйти, но, по крайней мере, шантажируют постоянно вот этот шантаж, да, вот все эти, мне кажется, события, связанные с недавней Каталонии, да, Пуч-де-Мон, все эти, в общем-то, жестокие, достаточно жестокие сроки, которые были даны, которые, собственно, получили лидеры движения сепаратизма в Каталонии, это все наталкивает на то, чтобы, как бы, центральная власть, ну, как-то закручивала гайки, на мой взгляд, то есть и уменьшала уровень автономии. В Португалии, как бы, учитывая слабость, на мой взгляд, сепаратистских движений и каких-то тенденций, ну, наверное, сам Бог велел им дать немножко больше свободы, потому что нет опасности то, что они куда-нибудь уйдут в свободное плаву. Ну, на мой взгляд, мне кажется, как раз это достаточно более-менее понятно. Ну, опять же, я же говорю, что с точки зрения Испания более, как бы, сложная, мультикультурная, мультиязычная, как бы, чем Португалия. Португалия более моно- и моноэтническая страна, монокультурная в каком-то смысле. Ну, и потом вот эта идея, связанная с ассимиляцией вот этих бывших колоний, да, и какая-то вот общая, ну, по крайней мере, когда я изучал, на мой взгляд, Португалия в этом плане менее, страна склонная как раз именно к тому, чтобы разделяться. Хотя, конечно, безусловно, есть вот это, ну, как бы, не сепаратизм, конечно, но некая напряженность типа север-юг, да, там богатый юг и бедный север, и вот у них тоже вот это есть тоже, да, там Лиссабон весь такой богатый, а вот кто на севере, они там все такие достаточно, беднота какая-то, ну, как бы так, условно говоря, ну, тоже разделение есть, если там смотреть по каким-то выборам, то там тоже можно смотреть, что консерваторы в основном побеждают на севере, а на юге в основном побеждают там социалисты и сторонники как-то левых преимущественно, да, ну, опять же, там это все не полностью, но на мой взгляд, как раз, мне кажется, это как раз как-то более-менее логично, ну, как бы, ну, вот, такое мое мнение по поводу вашего исследования, вот, как-то так. Коллеги, есть еще вопросы какие-то к Екатерине Олеговне? Соображения какие-то? Никита, да? Добрый день, я бы хотел уточнить прошлому вопросу, то, что как раз испанские регионы, они более стонны к сепаратизму, и то, что предоставление какой-либо автономии, будь то на Мадейре, Португалия может сделать, а Испании такие автономии не делать. Но при этом я хочу возразить, что другая история, что если взять электоральное поле, то мы увидим множество региональных и геонолийских партий, которые есть на Болярских островах и на Канарах, но при этом, если мы возьмем Мадейру, то там таких движений нет. То есть это, я так понимаю, политика Португалии по тому, что не допуску каких-то сил на это поле. Я не знаю, не Португал, а Вьет, возможно, по каким таким причинам. Но вот фронт освобождения архипелага Мадейра раньше, который существовал, сейчас таких движений, я насколько понимаю, есть запрет на региональные движения и партии в Португалии, такой же, как и в России. Но вот это нужно подтвердить, честно говоря, немного. Не знаю. И второй у меня вопрос к Екатерине Олеговне. Спасибо за доклад. Я, честно говоря, был не с самого начала доклада, и у меня вот вопрос к терминологии. Вот если взять ультрапериферийные регионы, у меня вот как у географа возникло такое немножко... То есть я так понимаю, это ваш термин, наверное, который вы ввели, но вот если у нас принято... Нет? Мне кажется, это не Екатерина. Это существующий в научном деле. Да, хорошо, я понял. Ладно, если так, возможно, я не слышал, но вот просто если взять, что... Есть же обычно возникает полупериферии, периферии, и в рамках этой триады мы как бы обычно и живем. И если взять вот, получается, по какому принципу вы ультрапериферии? Потому что если взять относительно географического положения и вот изолированности, то относительно стран, да, там понятно. Аландские острова, действительно, они, например, занимают относительно страны. Но если мы берем Европу, Европейский Союз или Европу как целиком, то мы посмотрим, что Аланды будут почти там в центре. То это географически нет. Если мы берем экономически, то тоже интересный вопрос. Получается, что прежде всего это будут известны там восточные регионы Польши, новые регионы Болгарии, Румынии. А что, если, ну вот если это брать, полупериферия, периферия, а что тогда ультрапериферия, например, будет Майота или Юньон? То есть это ультра-ультрапериферия или вот что относительно этих регионов? Вот если такой вопрос. Ну, возможно, это было в самом начале, я подозреваю, я просто пропустил. Спасибо. Да, здесь как раз комплекс факторов, которые составляют, скажем, эту концепцию рассмотрения развития регионов, их регионального статуса, их положения внутри как национального, так и общеевропейского пространства. И здесь вот в число, скажем, да, этих критерий входит не только, ну, географическая, скажем, оторванность, да, от континента, но также их социально-экономическое развитие в части присутствия в общем экономическом пространстве, участие и, скажем, получение структурной помощи от Европейского Союза, да, от ЕС, их интегрированности в общее европейское пространство. Кроме того, да, это также их участие в политическом пространстве, входят ли они вообще в европейское пространство или нет, в Европейский Союз или нет. И далее уже также вопросы их автономизации, вопросы их собственной региональной идентичности, их, скажем, культурной составляющей и так далее. То есть в моем понимании вот этот целый комплекс факторов, который позволяет говорить о том, что вот эти территории, они особенные, да, и также то, что они островные, но они находятся не так далеко, скажем, да, от Европы. И они могут с ней взаимодействовать, в отличие от, там, французских отдаленных территорий, позволяет, да, говорить о том, что они для европейского пространства унтропериферийны. Вот, скажем, я вот под этим понятием объединила, или в рамках этого понятия объединила вот все то, что перечислила. И, скажем, для меня единственным таким подходящим термином, который объединял бы эти территории, стал термин ультрапериферийный регион. Спасибо. А если позволите, вот как вы измеряете вот эту культурную часть составляющей? То есть это вопрос на ответ, являетесь ли вы гражданами Европейского Союза? Да, в том числе, в том числе. Вот этот вопрос я тоже, ну, довольно поверхностно, но изучала. И вот здесь тоже есть очень интересные данные. И вопрос о том, кто, скажем, там, вы финны или вы не финны, да, если мы говорим, допустим, о финских там островах, вы датчане или вы не датчане? И также вы испанцы или вы, скажем, там, в Алианце? Вот здесь тоже есть. Здесь есть очень интересный такой момент, что по отношению к европейскому пространству, да, они считают себя частью, скажем, европейского пространства, но по отношению к национальному центру, да, они себя дистанцируют и выделяют в отдельную, скажем, такую этнокультурную группу. Вот. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Я, как понимаю, Никита у нас из-за неона, да, тоже. В том числе, да. Ну вот, поэтому, как бы, я пробил тут и понял, что, как бы, мы с вами коллеги, но я раньше работал в Neon Run, поэтому респект и не он рано. Анна, пожалуйста. Да, у меня такой уточняющий вопрос как раз в продолжении вот этой дискуссии, как, по дефинициям. Вот у Екатерины в один из первых слайдов интересный, да, был со шкалой. Там были позиционированы территории по оси координат, да, и вот я не увидела там, честно говоря, подписей к шкалам. Хотелось бы, может быть, еще раз на этот слайд вернуться и понять, как там вот именно подход к этому позиционированию осуществляется, на основе каких двух метрик? Ну, на самом деле, здесь, вот, как бы, я привела просто изображение из исследований авторов. Я думаю, что для более такого полного понимания лучше все-таки обратиться к их исследованию, потому что здесь просто вот как пример, да, какие есть подходы к изучению утропериферийных регионов. Я как раз-таки опиралась на исследования вот этих авторов, и вот уже, наверное, о том, что заложено, да, в эту шкалу, лучше узнать, собственно, у них, да, в первоисточнике, чтобы я вот здесь никак не ошиблась. О, хорошо, поняла, спасибо большое. Ну, обычно такие вещи, как бы, всякие регрессии, они очень солидные. Мы там тоже со студентами учим, и многие, на самом деле, ни черта не понимают этих количественных методов, то есть они просто ставят, они такие, о, круто. А что они обозначают, не совсем понятно. Вот, поэтому всегда, конечно, с этим планом надо, ну, гуманитариев особенно тяжеловато бывает с математическими аппаратами, поэтому для них это иногда такие иероглифы. Ну, здесь просто действительно сложилось очень интересно, да, что как раз Мадейра и Азоры, они достаточно далеко позиционированы на этой шкале от Канадских островов. Да, и вот французские вот эти вот территории там Индийского океана тоже как бы достаточно близко относительно друг к другу, да, то есть поэтому вот очень интересно, я, наверное, поищу. Ну, надо базу данных посмотреть, видимо, откуда они взяли эту базу данных и на основе чего они выстраивали, собственно, во-первых, это исследование. То есть мы пока видим финальный вариант, но мы не видим откуда и какие они, в общем-то, расчеты делали. Вот. Выглядит, по крайней мере, как говорила моя научная руководительница, наукообразно. Коллеги, есть еще вопросы к Екатерине Олеговне? Вот. Если вопросов нет, то, наверное, я предлагаю закончить. Мы с вами, в общем-то, укладываемся в деклайны, то есть, да, вот наш как бы в час, в общем-то, и рассчитан был семинар на часовой. Вот. Поэтому мы как-то даже очень неплохо с вами поработали. Значит, тогда, коллеги, я вас всех благодарю за то, что вы, соответственно, практически уже к концу учебного года еще подсоединились к нам, ходили на наши семинары, может быть, не один раз. Вот. Наверное, это будет последний научный такой исследовательский семинар в этом году, но в следующем году мы обязательно с вами увидимся. У нас будет еще множество встреч, много интересных конференций, ну, и научных исследований, докладов и тому подобное прочее. Вот. Я благодарю Екатерину Олеговну за то, что она с нами побеседовала. Вот. Благодарю коллег за то, что вы, собственно, пришли к нам. И, в общем, всех, всем спасибо и до новых встреч и с наступающим всех Новым годом. Спасибо. Вот. Всем пока. Ну и, собственно, запись вы увидите на нашем сайте. Спасибо. Спасибо большое.